ДАВНО ЭТО БЫЛО ЭТО ИСТОРИЯ ПРОИЗОШЛА СО МНОЙ, КОГДА Я УЧИЛСЯ В ТЕХНИКУМЕ Однажды вечером моя мать с отчиму куда-то ушли. То ли в кино, то ли в гости к друзьям. Я уже точно не помню. Я остался дома один. Я учился на четвертом курсе. И скоро должна быть защита диплома. Я сидел за компьютером и делал дипломную работу. Мой стол с компьютером был расположен так, что я сидел лицом к окну. А дверь в мою комнату была у меня за спиной. Еще со школы я полюбил делать уроки в наушниках, слушая музыку. Я делал чертеж в моей будущей установке, на которой буду работать. Так что музыка меня не отвлекала. Родители уехали приблизительно в 18.00. И все время, пока их не было, я сидел у себя за столом, не снимая наушников. Иногда я выглядывал в окно и смотрел на дождь, разыгравшийся на улице. Я не выходил из-за стола. Родители вернулись в 23.00. В какой-то момент я снял наушники. А произошло все это за несколько минут до прихода родителей. И услышал, как открылась входная дверь. Через несколько секунд я услышал, как мама зовет меня. Женя, крикнула она. Что это такое? Не понимая, в чем дело, я вышел из-за стола и направился к ним. Мою комнату от гостиной отделял лишь небольшой коридор. Через мгновение я оказался рядом с родителями. Мать выглядела сердитой. Она указала на ковер, сказав, «Это ты сделал? Ты что, приводил сюда друга?» Я посмотрел вниз. Весь ковер был измазан грязными следами. Я отчаянно начал объяснять ей, что понятия не имеют, откуда взялись эти следы. И что весь вечер я сидел за столом, заканчивал дипломную работу. Выражение маминого лица постепенно сменилось гневного на встревоженное. Потом в ее глазах я увидел испуг. Мы немедленно начали изучать следы, чтобы понять, откуда они взялись. Оказалось, что они идут от нашей задней двери, которую мы обычно не забирали. Но мы заметили кое-что еще. Следы начались в задней двери, но нигде не было видно следов, выходящих за дверь. Потом мы услышали какие-то стуки в нашем доме. Наша передняя дверь открылась, а потом с громким звуком захлопнулась. Мама достала телефон и позвонила в полицию. Она буквально кричала, «Пожалуйста, приезжайте как можно быстрее!» Кто-то проник в наш дом. Через какое-то время полицейские приехали. Они обыскали весь дом, но никого не нашли. Потом полицейский задал нам вопрос, чья комната находится слева по коридору. Родители посмотрели на меня. И я сказал полицейскому, что это моя комната. Он попросил нас проследовать за ним. Мы увидели, что следы, которые шли от задней двери, вели в коридор, в комнате родителей. Потом разворачивались и обрывались возле двери в мою комнату. Потом полицейский указал на мою дверь, которая была открыта весь вечер. На ней красным маркером было написано. Почти два часа кто-то стоял у меня в дверях и смотрел на меня. До сих пор я даже не решаюсь подумать, что было бы, если бы я случайно обернулся и посмотрел назад. Редактор субтитров А.Семкин